В наши дни круизные лайнеры похожи на огромные города, где каждая деталь настолько продумана, что пассажир чувствует себя так же комфортно, как на суше и даже лучше. Там можно сходить в душ, устроить стирку или поплавать в бассейне. Но куда уходит грязная вода? Как и настоящие города, круизные лайнеры производят тонны отходов источных вод. И нет, они не сливают все в море. Океаны пластика попадают в океан с суши. Во-первых, даже если пассажиры этого не замечают, система водоснабжения на борту рассчитана на экономное использование воды. Аэраторы насыщают воду в кранах и душах воздухом, в результате чего используется гораздо меньше жидкости. Если каждый человек сэкономит всего 5 литров, в день будет уходить на 1000 литров меньше. И все же среднестатистический лайнер в день тратит от 180 до 230 литров на пассажира. Это тонны источных вод, которые нужно утилизировать. Скажем, самый большой в мире круизный лайнер «Гармония морей» может вместить около 5500 пассажиров и 2300 членов экипажа. Они производят порядка миллиона 418 тысяч литров источных вод в день. И все это идет в канализационную систему. На круизных лайнерах есть две категории источных вод – серая и черная. Серая вода – это вода от стирки, душа, ванны и кухня. Черная – это вода из туалета. Наибольший объем источных вод составляют серые воды. Они смешиваются с определенным количеством черных и отправляются в биореактор. Сначала отфильтровываются все твердые частицы, затем вода попадает в следующую емкость, куда добавляют бактерии. Они поедают мелкие частицы отходов, тем самым очищая воду. После них вода уже достаточно чистая, но ее все равно очищают ультрафиолетом. Хлор и другие химикаты не используются, поскольку они плохо влияют на морскую экосистему. На финальной стадии вода проходит бактериологический анализ, и при обнаружении вредоносных микроорганизмов ее отправляют на дополнительную чистку. Говорят, что вода, которую выливают за борт после всех этих процедур, чище океанской. Вот почему гавани разрешают сбрасывать ее внутри девятнадцатикилометровой санитарной зоны. Отфильтрованные на первой стадии твердые отходы хранятся в специальных резервуарах до тех пор, пока корабль не причалит к гавани, где отходы утилизируют. На всех кораблях есть специальные резервуары под названием «балластные цистерны», которые заполняются водой и располагаются в нижней части корабля для обеспечения стабильности. Их все равно нужно заполнять морской водой. Так почему бы не с точной? Ученые заметили, что балластная вода, взятая из одного океана и сброшенная в другой, вредит экосистеме. В разных океанах обитают разные виды планктона и других морских жителей. И чужаки могут начать уничтожать местных. Вот почему на современных кораблях присутствуют особые фильтры, которые отсеивают планктон и рыбу из балластной воды. Живые существа отправляются обратно в море, а вода очищается антибактериальными лампами. После этого ее можно сливать в другом океане без вреда для экосистемы. А еще на каждом корабле есть так называемая техническая вода, которая включает в себя конденсат, охлаждающую и котельную воду. Она содержит масло, поэтому если просто слить ее в море, она нанесет вред экосистеме. Вот почему ее отправляют в сепаратор, который отделяет масло. По правилам, техническая вода перед сбросом в океан должна содержать не более 0,15 миллионных частичек нефтепродуктов. Кажется, это не очень много. Чувствительные детекторы измеряют уровень масла в воде, и если он хоть немного выше дозволенного, воду снова отправляют на чистку. После этого ее точно можно сбрасывать в море. А что насчет других отходов? Международная морская организация выдвигает на этот счет строгие правила, и они абсолютно экологичны. На борту у каждого корабля есть специальные сотрудники, которые сортируют мусор на четыре категории – пищевые отходы, бумага, металл и стекло и пластик. Например, чайный пакетик состоит из отходов трех категорий. Сам пакетик и нитка пойдут в бумагу. Чайные листья – это пищевые отходы, а скобка, которая крепит нитку к пакетику – в металл. Представьте, сколько чайных пакетиков нужно отсортировать на гармонии морей. Пять с половиной тысяч пассажиров могут пить чай раз или два в день. Теперь вы знаете, кто настоящие супергерои. Большинство пищевых отходов считаются натуральными, они не вредят морской экосистеме. Морские обитатели счастливы, да есть то, что не съели пассажиры. Крупные пищевые отходы режутся на маленькие кусочки в специальном устройстве. Скажем, если наполнить 30-литровый контейнер куриными костями, хлебом и шкурками от мандаринов, у вас получится меньше пяти литров некрупных сухих хлопьев, которые с радостью съедят и ваши аквариумные рыбки. Единственное ограничение для пищевых отходов – расстояние от суши, на котором их можно сбрасывать. Избавляться от них можно только за пределами 19-километровой санитарной зоны. Бытовые отходы, кухонный жир и твердые отходы остаются на борту до тех пор, пока корабль не причалит к гавани. Уже там их утилизируют. Бумажные отходы сжигают в специальной печи. Металл и стекло просто выбрасывают замок. Удивлены? Они попадают на дно, не причиняя вреда. Вода полирует их годами, превращая в красивые гладкие кусочки, которые вы порой находите на берегу. Однако требования к расстоянию от суши, на котором можно выбрасывать металл и стекло, еще более строгие, чем для пищевых отходов. В Средиземном море их не разрешено выбрасывать в принципе. Весь пластик, который используется в круизе, остается на судне до прибытия в порт. Чтобы хранить и утилизировать его было удобнее, существует специальное устройство, сжимающее пластик в блоке. Пассажиры тоже должны следовать строгим правилам. На каждой палубе круизного лайнера можно найти специальные инструкции, запрещающие выбрасывать что-либо за борт. Кстати, откуда на корабле берется вода? Вряд ли можно заказать перед отплытием столько жидкости, что хватит и для питья, и для готовки, и для стирки. Действительно, на всех круизных лайнерах есть опреснительные установки. Когда корабль отплывает больше, чем на 40 километров от суши, он набирает морскую воду, которая проходит через многоступенчатый фильтр, мощную ультрафиолетовую лампу и опреснитель. Последним шагом становится минерализатор – огромный резервуар, наполненный полезными минералами, которые обычно содержатся в пресной воде. Затем вода еще раз проходит через ультрафиолет, и готово! Теперь ее можно пить. Опреснительная установка занимает целую комнату и обеспечивает достаточное количество пресной воды для пассажиров и экипажа. Это около 180-230 литров на человека в день, помните? А вы знаете другие интересные факты о круизных лайнерах? Поделитесь в комментариях! Если сегодня вы узнали что-то новое, не забудьте лайкнуть видео и поделиться им с друзьями! А вот еще крутые видео, которые могут вам понравиться – просто кликните слева или справа. Оставайтесь на яркой стороне жизни!